Тема такая непростая, наверное, еще. Алиаторика — это... Юрий, а что такое алиаторика? Расскажешь там? Интересно, музыканты всегда слышат это определение. Это Юрий Голубов, заслуженный артист России, контрабасист, биртуоз, человек, который живет в Англии сейчас, да? Я не путаю. В Англии? В Англии. И это, собственно, музыкант, который уехал работать за рубеж, и таких не очень много у нас, музыкантов, насколько я понимаю, сейчас Юрий — один из них. Мы решили посвятить сегодняшний наш выпуск музыкантам за рубежом, российским музыкантам за рубежом, как это все происходит именно там. И немножко проиллюстрировать это... Еще происходит там, но кое-что происходит. ...контрабасом. Давайте сразу представлю Виктора Диевски, молодой продюсер, 20... Сколько лет тебе ведь сейчас? 27 лет. 27 лет, это молодой продюсер. Человек, который искренне болеет за джаз и пытается в нашей стране эту музыку продвигать по мере сил. Очень принципиальный человек, я знаю это. Не играет и не связывается с каверами и так далее. То есть только джаз и Виктору еще бит-контемпорти. Искусство? Давайте слушаем, что такое. Что такое, олиотурико? Да, от Юрия. Про Виктора. Да, у нас неполадки с микрофоном, все, звенит в ушах. Про Виктора начали говорить, и хотел бы я заметить, что на самом деле, на мой взгляд, России очень повезло, что в ней есть такой человек, потому что, ну вот, я живу в Европе с 2004 года, скажем так, достаточно долго, и вот таких людей, как Виктор, там почти не осталось. То есть это такой, как бы, вымирающий класс, и я даже не знаю, с кем его можно сопоставить. Ты хочешь, чтобы я стал цветом моих штанов? Да, нет, на самом деле это очень здорово. Спасибо. Ну, там есть другие, конечно, все это, может быть, немножко по-другому происходит, но, в принципе, это редкость, и когда есть какой-то подлинный энтузиазм и желание все это двигать, тогда, собственно, все это начинает происходить, что замечательно. Спасибо большое. Это очень приятно, все были приятно, слушать от человека, который очень многого достиг, причем неважно, в каким мерах, кто-то мерит достижение по уровню заработка денег или по уровню, по количеству концертов, или по количеству музыкантов, известных, с которыми сыграл, и так далее, и так далее. У Юлия есть все, он действительно уехал 15 лет назад, сыграл с невероятнейшим количеством потрясающих музыкантов первого ранга, сделал неимоверную, удивительную карьеру, насколько я знаю, преподает в Кадыфе, в консерватории английской, выступает и с оркестром, с классическими программами, с джазами программами. Это очень приятно, слушать такой комплимент. Спасибо. Спасибо тебе. Про алиаторию, конечно. Теперь мы друг друга перехвалили, теперь перейдем к делу. Вообще, я в свое время, когда я был студентом, сначала у нас в СНШ учился, в Москве, потом в Московском севертории, посещал все время класс композиции ныне покойного Бера Семеновича Лемона, который был в кафедре композиции, поэтому могу... Я уже далеко не все помню, но термин алиаторика относится к современной музыке, к классической музыке. И вот я сейчас мучительно пытаюсь вспомнить, что именно в точности это значит, потому что, честно говоря, я уже давно этим не занимаюсь, и я боюсь, вот сейчас вот я что-то скажу, потом окажется, что это не совсем точно, и это не так, и служители полезут, может быть, в Google или куда-то еще. В Википедию. В Википедию, да, ну да, но через Google. О, на что это он говорит, вообще знает ли он что-то. Поэтому, во всяком случае, речь идет о том, что современная академическая музыка как бы делится на два лагеря. Это лагер тональной музыки и атональной музыки. Атональная музыка иногда называется додликофонией, но это огрубление, скажем так. То есть, есть авторы, которые пишут в каких-то общепонятных, скажем так, языковых сферах, например, ну вот там, я буду говорить совсем простым языком, соль минор, ре мажор и так далее, но они, конечно, меняются в тональности. А есть музыка атональная, в которой могут быть лады. Это уже более сложная, более как бы тонкая импостась. Я не хочу говорить, что хуже, что лучше, но, кроме всего прочего, вот эта атональная музыка, она включает, может включать в себя некие элементы, которые, кажется, могут казаться случайными. И так, и пах, и все что угодно. Конечно же, если композитор грамотен, если у него есть подлинный талант, он знает, что делать, там ничего случайного быть не может. Но тем более в академической музыке. И вот тут мы уже приближаемся к понятию алиэторики. Но смотрите, вот, если интересно, Википедия, что говорит нам об этом? Метод композиции в музыке 20-21 веков, допускающий вариабельное отношение между элементами музыкальной ткани и музыкальной формы, и предполагающий неопределенность или случайную последовательность этих элементов в предсочинении или исполнении произведения. Если это упростить, то это можно назвать так. Это бесконечное разнообразие в бесконечном разнообразии касательно музыки. Юрий, сразу, чтобы не грузить всех терминами, давайте сыграем сразу. Причем я... Алиэторику. Даже не так, а не алиэторику. Давайте сыграем что-то, что вас интересует музыкант. Вот просто можете представиться, как визитка такая. Да, да, тогда, наверное, все-таки одно слово я бы скажу, что вообще я в 2004 году, до этого, до моего отъезда, на начале сегодняшнего, я работал очень много в сфере классической музыки, в частности, в оркестре, которую, наверное, все знают, солисты мосту Юрия Башмета, прошло 13 лет. Вот я параллельно занимался джазом, все это было более и более серьезно, и потом просто в какой-то момент я решил оставить классическую музыку, дабы посвятить себя исключительно джазу, методом, так сказать, полного погружения. Поэтому, если говорить о том, чтобы я что-то собирал, что меня представляет, наверное, это все-таки будет джаз. Сейчас иногда, иногда мне доводится принимать участие в концертах, камерной музыке, классическом, а что же, в основном это джаз. Я не знаю, что именно... Юрий, просто давайте расскажите себе, выразите себя через этот нон. Вы все что угодно, ведь. «Time for love» Джонни Мангеля. Вообще, мне кажется, это редкий жанр, сол на контрабасе. Виктор, подтверди, пожалуйста, или я проверю. Ну, это очень редкий жанр. «Это не бывает, да?» Нет, касаемо, вообще, как инструмента, контрабас, сольно, это что-то очень редкое, это совершенно... «Нау приходит». «Самый известный виртуозный». «Ладрик Зискинт» и...» «Да, но не только, почему. А бас-гиталисты, такие как Виктор Вутон, например, играют сольно иногда, и контрабасисты, есть сольные номера очень интересные, но это очень, конечно, большая редкость. Обычно более распространенный формат – это фортепиано, контрабас, то есть дуэтные концерты. Но сольно, контрабас – это очень интересно». «Есть такой молодой израильский контрабасист Адам Бенезра, очень популярный на YouTube. Вот потом есть разные номера, сольные, но снова как номера, потому что я недавно видел Стэнли Кларк и на фестивале замечательно». «Он же немножко шоу-майн такой израильский музыкант, да?» «Адам Бенезра, ну да, все это очень рассчитано, да, и поэтому он еще и на клаванете поиграет немножко, и на фортепиано поиграет немножко, но на самом деле молодец, там, то, что он делает. Ну, это очень своеобразно, и я даже не хочу это учить, потому что вот это вот для него вот это натуральное. Я, наверное, может быть, мог бы это вот сыграть, но мне потребовалось бы очень много заниматься, это вопрос смысл, нужно ли вообще это делать. Каждый делает что-то свое. Мы все внимания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 несколько концертов, несколько мероприятий, я даже поместил пост в фейсбуке, спрашивая своих московских коллег, каковы их правила сейчас. И несколько человек мне просто перезвонили и сказали, ни в коем случае этого не делай. И вот у одного коллеги скрипка уже два года лежит на внуковской таможне. Вот, учитывая, что вот я завтра улетаю, послезавтра у меня концерт в Норричи, завтра, затем сразу два концерта в Италии и запись, но как мы контрабашками не выпустим, вот что это делать. Поэтому можно найти выход. Это на самом деле очень простой инструмент, но он очень хороший, очень хорошо сделан, его нужно подрегулировать немножко, потому что трещат немножко струны. Въехать в страну, губль, выход, да? Да, на самом деле я готовился к худшему, скажем, то есть в смысле был, я очень боюсь играть на чих-то инструментах, но это был приятный сюрприз. Они боятся, что это Страдивари или что? Почему они выпускают? Ну, да, как бы, все инструменты, да, это культурное достояние, вообще на них делаются здесь. Вот если у меня была возможность здесь посидеть, скажем, месяц, то тогда можно было бы оформить на него паспорт, где сделаются паспорта на инструмент, паспорта на смычок, дальше на него ставится печать Министерством культуры, что инструмент не подставляет культурные ценности, дальше его можно возить туда-обратно. Но для этого нужно сидеть месяц и ждать. А, в принципе, вот у вас... Ну, давай я займусь. Ну, давай. Ну, контрабас здесь остаться должен мой. А Страдивари контрабасов не делал, но, например, вот если у вас есть, например, даже скрипка того же Страдивари, все, что стоит несколько миллионов долларов дома, может у себя и в Москве, разбить молотком, топором или сжечь в камине. Никто словом не скажет, но это ввести нельзя. Понятно. Виктор, тебе слово. Давайте мы к нашей теме попробуем подойти поближе, именно про гастроли наших музыкантов там, например. И просто много этим занимаешься, и в том числе организуешь концерты здесь, внутри страны, все эти филармонии саратовские. Это мой город. Но лучше, наверное, все познается в сравнении, поэтому я буду, скорее, проводить параллели с Россией и с какими-то особенностями. Можно сказать, что на самом деле различий не так уж и много. Я имею в виду, что есть определенный механизм, который, в принципе, применим как и для России, так и для Европы, так и для США. И это касается и организации концерта, фестиваля, и касается и гастролей. Есть три типа, насколько я знаю, способов работы с какой-то концертной площадкой. Будь это филармония или консерватория, или какой-то концертный зал, театр, джаз-клуб и так далее. В первом случае, это идеальный случай и для музыкантов, и для продюсеров, и для всех, когда заказчик, то бишь концертный зал, оплачивает музыкантам дорогу. Он оплачивает дорогу, гостиницу, все сопутствующие расходы проживания, еду и все остальное. Музыканты приезжают, они же уже собрали людей, выступили, спокойно сели на поезд на самолет и поехали дальше на следующий концерт. Я стараюсь делать достаточно большие, объемные туры. Самый большой, который у меня был в 45 дней. Мы ездили с итальянским бэндом, под названием Корни Ди Сокорни, поехали от Магадана до Калининграда, по Трансибирской магистрали, выступали в Владивостоке, в Иркутске, на Байкале, в Сибири, которая поближе, это Новосибирск, Сноярск, потом ехали через Урал, приезжали в Москву, ездили в Крым. Это был как раз практически сразу после событий по присоединению. И в основном я стараюсь придерживаться от этого первого пути, то есть работая, когда все готово. Просто когда у вас 45 дней, допустим, 30 с лишним концертов, вы представляете, как я один даже со своими помощниками буду организовывать все 30 концертов одновременно в 30 разных городах и залах. Это чрезвычайно сложно. Во-первых, потому что тебе нужны подрядчики там, а мы все знаем, что в стране у нас любят воровать. То бишь, нанимая подрядчиков, нужно понимать, что 50% из этого куда-нибудь исчезнет. И вообще, удастся ли тебе до этих подрядчиков потом дозвониться еще раз. В общем, это отдельная сложность здесь создает. Есть два других способа. Первый – это работа на проценте. Публика, к сожалению, московская об этом практически не знает, но когда вы приходите в джаз-клуб на концерт музыкантов, в любой практически джаз-клуб в Москве, который есть, их не так много. Публика думает, что клуб платит музыкантам какую-то определенную сумму за выступление. Это не так. Музыканты получают деньги от билетов. От входных билетов более того 30-40-20%. – А у вас разные будут ситуации? – Ну, чаще всего. – Есть гарантия, это называемая гарантия? – В 90% случаев. В 90% случаев. Я хорошо знаю ситуацию. А 30-40% от билетов клуб забирает. Поэтому музыканты вечно ругаются. Они же не могут сказать со сцены, дорогие зрители, любители джаза, приходите. – Мы играем сегодня на 30% наших возможностей. – Да. И то же самое касается концертных залов, филармонии и всего остального. Это не так удобно, потому что тебе самому нужно заниматься рекламой, совместно с филармонией. В общем, это достаточно большая нервотрепка, но технически это возможно время от времени. И, наконец-то, последний вариант – это работа на аренде. То есть вы арендуете зал сами и делаете все, что необходимо. Но для этого нужна какая-то просто корпорация музыкальная с гигантским количеством сотрудников, которые могли бы делать тур и концерты сами в каждой стране. Конечно, это наиболее выгодно, потому что ты сколько заработал, столько и получил. Но это проблематично. А теперь касаемо Европы. В принципе, там действуют абсолютно те же вот эти вот самые три схемы. И все по ним также работают. Другое дело, что в Европе может быть несколько более мягкое отношение к музыкантам, как мне показалось, в плане организации, трансфер. Там все немножко более прозрачно. – Цивилизованно, в том числе. Или не совсем? Ну, может быть, цивилизованно. Нет, дело не совсем цивилизованно. Дело в том, что система, как бы такая, существует в Европе долгие-долгие годы. И джазовая индустрия существует по меньшей мере в Европе начиная с 20-х годов, когда первые новоорлеанские бэнды, такие как Бан Сидне и Беше, приехали в Европу и стали гастролировать. В России долгое время существовала советская система, система, по которой, в общем-то, я не знаю, прям подробно подробности, все-таки 27, а не 57. Но музыканты, в том числе Георгий Борисович Крабер, который, как я знаю, выступал на этой сцене не так давно, имели возможность через госструктуры получать определенные, ну, в общем, какое-то разрешение на эти гастроли, на проведение концертов. И все было более систематизировано и организовано. В 90-е, конечно же, это был хаос, и все было очень хаотично. Сейчас эта система более-менее стала нормализовываться, в меньшей или большей степени. В Европе это существует давно. Вот и вся разница, на самом деле. Разумеется, будучи русским продюсером, российским продюсером, сделать что-либо в Европе сложнее, чем тем, кто живет там, оплатывает соответствующим гражданством. И также существует проблема языка. Это большое заблуждение, что в Европе все говорят на английском, и спокойно вас везде понимают. Вы звоните в итальянский джаз-клуб, и они говорят по-итальянски, и, в общем, мы никого не видали этот английский язык, и они его вообще не знают и не понимают. А французы даже если знают, то есть они делают ничего и не понимают. Вот поэтому существует и проблема языка, то есть не сложнее поставить концепт в каком-то месте. К тому же в России существует такая репутация. Меня все же знают. В Европе это новый рынок, в который я вхожу. И более того, там намного больше организаторов, продюсеров. Конкуренция раз в сто выше. Нет, я, кстати, без преименьшения раз в сто выше. Здесь джазовых продюсеров может быть человек пять на всю страну. Ну ладно, но семь. Там их сто семь, или даже больше, чем сто семь. В общем, их очень много. Расскажи, пожалуйста, знаете про что? Такой вопрос провокационный, наверное, но, наверное, не всех артистов ждут за рубежом наших. Мы с тобой уже говорили, что есть контемпор или так называемая музыка, то есть люди, у которых есть коллективы, у которых есть собственные репертуар, то есть авторская музыка по-настоящему. Майнстрим там никому не интересен от нас. Я правильно понимаю ситуацию? И назови просто коллективы, которые ты считаешь, с точки зрения, которые играют контемпор, так называемые. Я сразу оговорюсь, если спросить лично меня, то я скажу, что больше всего я люблю стилистику джаз-майнстрим. То есть это свинг, это музыка, это 60-х, больше всего. Лично, как слушатель, если у меня есть свободное время послушать музыку, скорее всего я буду слушать Кал Трейн или Макуй Танер или Кул Джаз какой-нибудь, нежели чем поставлю контент-вари-мюзик. Хотя ее я тоже слушаю, больше, чем, например, Мангак, которую я тоже люблю, но слушаю меньше потокс. Тем не менее, когда я пришел в эту сферу и стал заниматься, у меня сразу же было желание взять лучших русских музыкантов и показать их. То есть для меня всегда был важен процесс коллаборации, процесс взаимной интеграции. Мне казалось очень несправедливым, что русских джазовых музыкантов не знает никто, что они практически не появляются на международных фестивалях, не ездят в гастроли. И первоначальная цель, которую мне перед собой поставил, взять музыкантов, которых я хотел бы показать в Европе. И здесь уже включается этот самый фильтр, потому что мейнстрим-музыканты, русские, конечно же, они никому не интересны. Я понимаю глобализация, но зачем нам русский, который играет американскую музыку, допустим, Чарли Паркер или там? Даже если он делает это хорошо и делает это в соответствии с традицией, он не интересен. Там 200-300, не знаю, тысячи музыкантов, которые делают это не хуже, а подчастую лучше, потому что они больше связаны с традицией, они их глубже и дольше знают. Поэтому, естественно, сейчас период самобытности. Если до этого были процессы глобализации, всем было интересно, были какие-то общие мировые тренды, условно говоря, появлялась музыка в стиле swing, биг-бэнда, 30-е сейчас. И вот эта музыка биг-бэндовская покоряла весь мир, и все следовали вот этому мейнстриму. Дальше появился биг-боп в сортовые годы, дальше рок-н-ролл, кстати, как таковой, например, музыка Элвеса, и пародировали Элвесы в Великобритании, и в Польше, и не знаю, хоть в Зимбабве. Все нравился Элвес Пресли. В 70-е годы пошел немножко обратный процесс такой глобализации. Стало понятно, что по-настоящему самобытная музыка может быть только национальной. Условно говоря, у нас есть какой-то доминирующий жанр, например, джаз-мейнстрим. Но мы его уже заслушали, мы его хорошо знаем. Поэтому нам нужно услышать что-то уникальное. А откуда мы эту уникальность можем получить? С одной стороны, из модальной музыки, из предокладовых созвучий, фольклора, то есть стран, в основном, третьего мира. То есть это Африка, это Азия, это Латинская Америка, еще чего-то. То есть это определенные новые созвучия, новые ладовые звучания. И это, естественно, создаёт новый звук, новые ощущения. И это интересно. С другой стороны, существует классическая музыка, в которой богатейшие традиции у разных стран. И касаемо России, я сразу понял, что действительно, если уж ехать в Европу и хотеть кого-то показать, и вкладывать в это деньги, и быть уверенным, что это в конечном итоге сработает, нужно брать уникальные русские составы, отталкивающиеся, с одной стороны, от национальной академической школы. А русская школа, классическая школа, она великая, без какого-нибудь преименьшения. И именно Чайковского, и Рахманова, и Стравинского, и Прокофьева, и Шостаковича, они звучат до сих пор, их знают. И очень часто со мной европейцы обсуждают именно классическую музыку. Это очень приятно. Виктор. И фольклор. Да, смотри, давай три музыканта назовем, которые ты считаешь, что это, кстати, экспортный вариант, которых ты готов возить, представлять, показывать. Три коллектива. Хорошо. Вот чтобы все, в том числе, услышали, обратили на них внимание, послушали, когда ты будешь сегодня домой. Если мы говорим о вокальной музыке, я считаю, что это проект джаз-мобиль Алины Ростовской. Я считаю, что это настоящий бриллиант на современной российской джазовой сцене. Ничего лучше в авторской вокальной и традиционной музыке на данный момент я не вижу в этой стране. Обязательно послушайте ее трек «Колыбельная». Моя любимая колыбельная. Это свой стиль, это свои мысли, которые, с одной стороны, отражают стилистику современной инфляционной музыки, стилистику ИСМ в какой-то степени. Это и элементы академизма, и очень много элементов фольклора. Славянского, еврейского, совершенно разного. Это очень интересно. Второй коллектив. Второй коллектив – это Аркатрио, которых… Это Лебеди, Премнюк, Кравцов. Молодые ребята, очень хорошие. С Лебедем здесь был… Помимо музыкальной составляющей, важно, об этом часто забывают, к сожалению, должна быть хорошая картинка. То есть недостаточно, как бывало в классической музыке, то есть не обязательно было смотреть на музыкантов, они могли сидеть в оркестровые яме, в общем, никто их не видел, и люди приходили слушать музыку. Сейчас немножко другой век, сейчас важна картинка. Это Лерка-3, это не только удивительнейшая, потрясающая музыка, сделанная в океане профессионально, но также это действительно три красивых, симпатичных молодых человека, как я, которые немножко старше, играют виртуозно, общаются с публикой виртуозно, они хорошо смотрятся и хорошо владеют инструментами. И это очень хороший экспортный вариант. Жалко, что у нас пока нет какой-то поддержки от государства. Государство, к сожалению, не финансирует. Я вам расскажу такие абсолютно анекдотичные ситуации. О моей попытке добиться поддержки для гастролей в Европе от разных наших объединений. И третье, я думаю, что это было бы интересно, Наталья Скворцова и ее собственные проекты, их разные трио-квартеты. Я думаю, что это наиболее прогрессивно, если мы говорим исключительно о технической стороне и о стороне сложности музыкального полотна, то, возможно, это самая прогрессивная музыка, которая и есть на данный момент на отечественной сцене. Спасибо огромное тебе. Давай мы у Юрия спросим. Юрий, все то же самое. Вы уже приехали в 2004 году, правильно я услышал? На Запад. Что вы начали играть? Естественно, что были какие-то коллективы, там начали пытаться играть, в том числе мейстрим. Но был ли авторский материал? И сложится ли вы нам продемонстрировать именно вашу авторскую? По порядку. Значит, что касается мейнстрима и авторского материала за рубежом, лично мне приходится, ну, наверное, 75% больше, даже 80% того, что делают авторский материал. Это... Что допустят, опять же, то, о чем мы говорим. Да, потому что... Потому что в России в обратную сторону, 70-80% процентов, это все-таки исполнение стандартов не авторской музыки, а общий признак, это называется Great American Songbook, более тысячи величайших джазовых стандартов, где Summertime, Caravan, Autumn Leaves и другие известные композиции, которые играются в бесконечных количествах вариациях. Это очень классно, но это, с другой стороны, блокирует новаторство. Ну, тут дело в том, что просто как бы разные ниши есть, и там тоже есть люди, которые специализируются исключительно на игре традиционного джаза. И я не хочу брать на себя вот какую-то ответственность и вообще делать какие-то выводы, говорить что-то типа, что у нас концертно-серьезных концертных площадках в основном играется авторская музыка или наоборот. Потому что вот так вот получилось в моей жизни, что по большей части я играю и записываюсь в какие-то авторские проекты. Но я в том числе видел, естественно, но в основном скорее на клубных сценах музыкантов, которые играют просто по традиции. Хотя вот так, конечно, подумав об этом, можно сказать, что в основном, если мы говорим о каких-то фестивалях, серьезных концертных площадках, это будет по большей части авторской музыкантов. Тут есть еще, кстати, и маленький коммерческий нюанс в этом во всем. Вообще на Западе записывается очень много альбомов. Вот я, например, вот за эти годы принял участие, у меня сейчас больше ста альбомов записано с разными музыкантами. Там далеко не все, естественно, под моим именем, то есть типа Юрия Голубева, что-то. Ну, это просто как сайта в большинстве из этих историй. И многие лейблы противятся включению стандартов в альбомы по той простой причине, что они тогда совершенно не получают здоровье с этого. Поэтому тут все очень просто упирается вообще. Ну, в России есть другой немножко закон. Если композитор, написавший эту композицию, умер более 70 лет назад... Ну, 50 сейчас, 70? Я слышал про 70. Вот, то тогда никаких отчислений делать не надо. Поэтому каждый раз у нас с филармониями возникает такой вопрос. Мозов-то можно. Мозов-то спокойно, конечно. Там авторские права, они патентологи. Очищено навсегда уже. И я, зная про то, что у нас... Сейчас у нас организацию РАА, российский автор с касающейства воздавил Игорь Михайлович Бутман, я надеюсь, на позитивные перемены все-таки в организации. Но раньше там было такое количество воровства. То есть писать там реальные имена композиторов, например, там, Ростовская, Скворцова или еще кого-то, не имело никакого абсурда малейшего смысла, только для того, что филармонии там придется платить, а эти деньги всякого до музыкантов не дойдут. Поэтому я писал Джордж Гершман, самый правильный, Джордж Гершман с вандуфул, Джордж Гершман там и так далее. Видите, я не могу даже сказать, что на самом деле абсурдные ситуации, они, наверное, существуют везде. Вот я, поскольку я 10 лет прожил в Италии, я зарегистрировал в Итальянском авторском обществе, это называется CIA. И там есть такой момент. После концертов, ну, естественно, это какой-то более-менее серьезный концерт, в том числе и в клубе, заполняется такая бумага, которая называется бордеро. И они бывают синие, а бывают красные. Вот красные бордеро они платят совсем мало. То есть я не помню там расценки, но, может быть, там 30 центов за пьесу. Если синее бордеро, то там может быть и 3 евро. Господи, чему я это все… А, вот почему. Так вот, есть такой нюанс, что вот если в этом бордеро, вот вы артист, вы заполняете, там дальше нужно поставить вашу подпись в конце, ваш адрес, то, что называется колледж и фискалит, как именно, если снился, не знаю. Вот. То есть это как бы под вашу ответственность. Может быть, это и не ваш концерт, но вот вы заполняете, значит, под вашу ответственность. И вот если вы сделаете там минимальное исправление, то все. Это бордеро считается недействительным. И все деньги идут, сюрприз, сюрприз, самым популярным поп-исполнителем. Почему так? Никто этого не знает. Но вот, я не буду называть имена, кому это идет, но вот это абсолютно не Шема, а Фио. Вот так вот это происходит. Но при этом во Франции существует Сасси или Сасси, если не ошибаюсь? Небось Челентрана. И Хартовское сообщество. Сассен, по-моему, да? Сассен, по-моему, да? В которой работает идеально. Я помню, у нас были гастроли Андре Монзоне, трио, которое я организовал. И я ему заранее, то есть я ему вот и сказал про то, что у нас в России вообще лучше ничего не писать, написать Гершина и не париться. Он забыл написать отказ. И я помню, что вот эта французская организация, французское авторское сообщество, стала давить на российское авторское сообщество. И те стали давить, в свою очередь, на дирекцию филармонии. В том числе и джаз-клубов, которые вообще обычно избегают вот этой вот всей ситуации. Это слишком маленькое место, коммерческое, вроде как не государственное, там вроде как все можно спрятать. Прям давили, давили, звонили каждый день. Звонили, прям активно терроризировали. Пока я не позвонил все-таки Андреа Монзоне, не попросил его там написать отказ. Значит, там сделать это, это целая была история. Но, кстати, раз уж мы вспомнили Францию, там музыканты получают деньги просто за то, что они музыканты. Это не так все просто, это не так все просто на самом деле. Андреа Мавказова. Да, тут есть маленькая оговорочка. Музыканты получают деньги за то, что они музыканты. Но для этого нужно попасть в эту категорию. То есть нужно играть определенное количество концертов в год, причем концертов определенного уровня. И поэтому пробиться на французский рынок музыкантам, которые не из Франции, чрезвычайно сложно, потому что все работы пытаются играть именно они, именно по этой причине. Здесь попавка Андреа итальянец, но он живет во Франции и уже давно. У него там гражданство наполовину французское, если так можно сказать, касаемо Евросоюза. У него есть и французское, и итальянское в общем. Бог вас знает. Есть какая самая популярная авторская пьеса ваша? Которая неизменно встречает целый прием? Нет, я не думаю, что... Хит башит? Я не думаю, что у меня есть. Тут вообще сложность заключается в том, что, например, просто играть на контрабасе авторскую музыку, но с исключением, может быть, ситуации, как Адам Бенезра делали, где там много всяких перкуссивных моментов и так далее. Это очень сложно, потому что очень много... Ну, например, в том, что я делаю, очень много базируется на разных сложных гармониях. Для этого нужно иметь гармонические инструменты, то есть фортепиано или, не знаю, хотя бы вибрафон, хотя бы гитара. Нужно еще двое на троих сторонах. Хотя бы один, хотя бы один человек. На контрабасе можно... Ну, так есть что-то, что мне приходит в голову, но, скажем так, донести всю гармоническую структуру... Давайте собираем, давайте разбавим. Давайте попробуем. Попросим. Я думаю, что есть у меня, на самом деле, несколько вариантов в голове. Есть несколько пьесок, на самом деле несколько, на самом деле много, которые называются «Парижский эпизод». «Парижский эпизод-1», «Парижский эпизод-2» и так далее. По-моему, сейчас их восемь. То есть тут суть в том, что представляется человек, который стоит в комнате парижского отеля, в типичном парижском здании, может быть, на уровне, например, пятого-шестого этажа, смотрит вниз на улицу, и там идет такой постоянный косой дождь. Я вот пытаюсь сейчас выбрать между, так как для себя, между пьесой, которая называется «Парижский эпизод-2» или же пьесой, которая называется «Thirteen worlds», где слово «worlds» — «L» — оно в скобках. То есть получается как бы 13 слов. Может быть, она будет даже немножко проще добавить, потому что она основана там 13 нот, просто серия своего рода, и она основана на сопоставлении мажора и минора. Вот я сейчас через пару секунд решу и начну играть, потом я вам скажу, что это было. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, что вы догадались, какая из двух пьесы. Я нет. А сколько там было в середине? Не настолько хорошо это знаю, к сожалению. 13? Спасибо. Мне кажется, невероятно красиво. Во-первых, у нас у всех очень мало шансов в жизни услышать вот такое единение человека и контрабаса всегда так очень здорово и чувственно на мой взгляд и немного в общем-то да я не припомнил своем опыте я слушаю много музыки чтобы так просто послушать соль на контрабас наверное там все будет интересно в будущем попробовать тоже сравнить с чем-то и послушать тех музыкантов которые вы назвали том числе израильского еще раз давайте вспомним адам бен эзра да да он очень хорош посмотрите обязательно виктор хочет у нас коснуться одной темы давай может коснись сразу я уже потому что ты как как ко мне наклонился сказал что хочется об этом говорить это что-то я думаю что это будет немаловажно нас уж мы начали по сравнение европейский садливая тема чекотливая тема не то не так это потом раз уж мы коснулись темы сравнения ситуации когда я работаю с иностранными артистами организов достойно здесь то очень часто я без особого труда получаю поддержку от разных структур представляющие все музыканты представляют италию или францию или англию или германию не суть важна у них есть культурные институты у них есть огромные фонды государственные которые поддерживают до 100 этих артистов даже если не оказывается именно то есть мы не получаем поддержки над этих институтов то в этом случае вступают ассоциации музыкантов то есть например существует вот такой-то области италии а в пуре у тебя в пуре вот эту ассоциацию очень хорошо музыка пули санта пули санта 50 или 100 музыкантов которые живут в этой области кто-то захотел поехать получить предложение выступление в россии они все собираются скидывают деньги на то чтобы музыканты поехали в россию это называется коммуна коммуна такая европейская речь и оплачиваются билеты то есть трансфер и оплачивается гостиница по меньшей мере и когда музыкант уже придет что мне конечно же это сильно дешевле и проще потому что я не своей работе я не получаю поддержки от этой госструктур российских я сам на свои деньги организую гастроли выступление и все остальное поэтому это существенная поддержка касаемо россии например если я хочу вывести лрк 3 например наташи складцов или джизмобиль это возникает сразу же большая проблема то есть нужно обратиться к российской структуре которая находится в той или иной стране я не буду называть страну и не буду называть никаких имен но есть такой такой такая штука под названием рост сотрудничества этот центр науки и культуры россии за рубежом для поддержки собственно российской культуры и так далее так далее у меня уже были гастроли в этой стране уже стоят концерты существуют договоренности и я сам покупаю билеты для музыкантов нет никаких проблем я звоню им для одной цели давайте мы сделаем концерт для посольства концерт для центра науки и культуры соберем наших соотечественников которые там живут и сделают такое интересное русское мероприятие в центре вот этой вот зарубежной страны вот это так вы приезжайте играете но мы не оплатим не дорогу безу дорогу уже не из россии дорогу из другого города который находится рядом там тысячи километров и гостиницу и еду не вообще там ничего приезжайте и вот будет на концерт бесплатно послежать его свои деньги если хотите играйте я там сотрудников посольства и так далее то есть до такого уровня пофигизма конечно я я себе не представляю с другой стороны итальянский институт который оплачивается все французский институт и еще одна важная тема который мне хотелось коснуться это актуальность здесь россии музыканты вытащили публика в основном пришли ходить на иностранцев помимо музыкальной составляющей большое значение имеет откуда откуда этот музыкант как он из сша или из италии еще куда-то а вот итальянцев у меня больше чем норвежцев а норвежцев больше чем французов то есть возникает вот этот момент и особенно это заметно в провинции если я практически невозможно вывести в провинцию русских музыкантов московских музыкантов я уже не говорю там про питерских или еще каких-то это создает огромное количество проблем они неинтересны нить если ты думаешь что это исключительно российская проблема ты ошибаешь то что в той же италии точно так также они предпочитают привозить американских артистов и ждать я об этом знаю но здесь работают две страны то есть когда я везу русских музыкантов европу они там мгновенно интересно с той же наталья скворцову которым были в общей сложности уже пять недель в одной только италии газета la stampa это ведущая мировое здание ведущая мировое здание ведущая в так уж точно и был интервью была большая развернутая статья и другие разные специфические издания касающиеся джазовой тематики то есть это интересно но затем такой порочный круг нельзя же ходить по музыкантов в зависимости от того из какой он из страны более того существуют из-за вот этого заблуждения публики а не на а национальной надежности того или иного музыканта возникает другая проблема многие продюсеры менеджеры берут мало успешных на самом деле плохо играющих артистов которые стоят очень дешево например платят 300 или 500 долларов за концерт очень часто чаще всего это черные певицы чернокожие певицы афроамериканки например из соединенных штатов но далеко не каждая чернокожая певица это новая элла фиджеральд или саравон или билли холидей она живет у себя в канзасе или висконсине поет в каком маленьком ресторане и далеко не обязательно что она поет даже лучше чем поют наши певицы ее привозят в россию платят из-за выступления 300 500 долларов какой-то небольшие деньги потому что долго не стоит ставится в аккомпанемент русских музыкантов и начинают устраивать чёс вот это уже слово которое пришло за странной музыки в частности спорция они чешут они не гастолируют они чешут они зарабатывают деньги эти привозят в провинцию каждый раз идет реклама как это новая королева джаза наследница там или отцы луи армстонга или внук луи армстонга как в голосе я помню был не было луи армстонга детей был бесплоден это очень известный факт это медицинский факт но появился внезапно его внук и у нас начинается чёс у нас начать частные мероприятия корпоративы мне звонят мои одессы пошла вы могли бы нам внуковый армстонга поставить у кого внуковый армстонга это не за какие деньги ребята вот назвали принципиально в самом начале далее за какие деньги я не буду связываться с этой с этой историей потому что это большая пошлость очень важно отстаивать жанр очень важно ставить эту культуру и защищать джазовую музыку от вторжения такого грубого есть еще еще такой немаловажный нюанс из-за которых не сильно очень хотел бы очень быстро сказать что вот видите совершенно правильно говорит об ситуациях с американских певицами это я тоже это видишь совершенно это все так оно и существует в англии в италии вот сейчас я скажу просто то же самое но существует к сожалению тоже история с европейскими музыкантами немножко в другом виде вот например какой-нибудь там институт культуры или же та же самая пулья саунд эти деньги эти приходят из региона на самом деле то что люди скидываются в общем короче говоря находятся деньги на привоз музыканта который но назовем вещи своими именами к профессиональной вообще профессиональному исполнительству отношения иметь принципы не должен вот это кстати касается соседней только россии привоз его куда угодно каким-то вот у него есть скажем менеджер он на сам примеру так музыкантом не знаю агент по недвижимости он платит этому менеджеру тысячу евро в месяц за то что то сказать плюс процент из концерта на то что это его как бы просто работу настоящий и вот этот менеджер с утра до вечера сидит и 1000 ему концерты и говорит площадку что-то мы приедем за бесплатные там но короче говоря оплачивается приезжает такой вот артист скажем не знаю итальянский пример музыка да в россии в россии итальянский джазовых музыкант в общем то не очень знают но может быть там люди слышали там кто такой река пиранузы на реку равва по большому счету насколько мне представляется не так их знаю как американцы выходит играть этот человек и всегда же в зале же достаточно людей которые действительно понимают и потом они начинают думать значит уровень итальянских музыкантов вот такое да потом приезжает следующий такой же дети естественного представляет как звезду итальянского джаза как и так далее они слушают да да ну понятно итальянский джаз тогда так себе и вот мне лично как рог востоку поскольку это все-таки 10 лет прожил я в какой-то степени являюсь патриотом на италии для цели на разговор с одним промоутером из из санкт-петербурга скажем так я предложил привести кого-то из италии женщины да знаешь ну у нас тут один итальянский фианист 4 как-то не очень показать игра кто такой и она не называла именно вот одного из этих я думаю тоже вот вот это серьезная проблема на самом деле друзья спасибо мы у нас есть некий такой временной отреза которым имеем право здесь заниматься потому что у нас важнейший искусств дальше идет то есть кино хочется во-первых сказать спасибо виктору и юрию за то что согласились поучаствовать приехали я понял что не все так плохо в россии честно говоря послушав немножко юрия я заразился энтузиазмом не все так плохо свои плюсы свои минусы все все в порядке ему ничем не хуже чем наши условия ничем не хуже чем за бежом и поэтому мне стало лучше мне стало проще хочется последним таким финальным штрихом сделать какой-то интересный номер еще раз последним прошу вас сыграть что-то может быть что-то более традиционное отойдем от контемпера и сыграем что-то что мы все узнаем например на пункт интересных интересным каком-то таком варианте исполнения не говорите на не говорите не буду а он он Субтитры сделал DimaTorzok 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 Называется она «Set it down» Спасибо, Юрий Голубов за служение в России Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что пришли Спасибо, спасибо, спасибо Аплодисменты Субтитры сделал DimaTorzok